Клиентский опыт управляет ростом бизнеса сегодня. В чем секрет успеха компании Apple? Почему проиграла Nokia? Будем разбираться. Привет, меня зовут Олег Богомолов, и я делюсь с тобой своей практикой и знаниями о клиентском опыте. Уверен, что информация будет интересной для тебя и полезной для твоего бизнеса. Как ты думаешь, какое место по результатам тестирования смартфонов занимают модели Apple? Первое? Нет. Второе? Тоже нет. И даже не третье, а не на пятом и шестом местах. А так называемый смартфон десятилетий, а iPhone X только на одиннадцатом. Тем не менее, цены на продукты компании Apple остаются высокими, а ее рынки и прибыли растут. Возникает логичный вопрос, в чем же причина успеха компании Apple? Компания прошла огромный путь пробы и ошибок. Однажды она кардинально изменила свой подход к бизнесу. Соотношения цена-качество перестали для нее играть главную роль в конкурентной борьбе. Клиентский опыт для нее на первом месте. Стив Джобс об этом. Клиентский опыт для нее. Сегодня самые успешные компании ставят клиентский опыт в центр своей деятельности. Они исследуют, анализируют и улучшают его. И в итоге лидируют. Традиционные подходы к бизнесу продолжают устаревать. Ты прекрасно помнишь, что несколько лет назад компанию Nokia купила Microsoft. В тот момент CEO Nokia сказал, что они все делали правильно, но что-то упустили. А упустили они лишь то, что подходы к бизнесу изменились. И это нужно понимать всем, кто не хочет повторить падение Nokia с Олимпа. Nokia была ориентирована на технологические инновации. Она была уверена, что клиенты будут вечно ей преданы и будут покупать то, что она производит. В то же время компанию Apple интересовали ответы на вопросы, чем живут клиенты. Она исследовала клиентский опыт и выяснила, что пользователи первое, стали более ленивыми, второе, хотят, чтобы все было интуитивно и предельно понятно, и третье, чтобы девайс просто работал. Но Nokia была слишком увлечена подсчетами будущих прибылей. Давай посмотрим отрывок из крайне показательного интервью с CEO компанией Nokia Стефаном Элопом. В кадре он справа. Ну и как тебе? Печальное зрелище. Успех плюс тщеславие плюс эгоизм равно смерть бизнеса. Если компания не интересуется тем, что любят ее клиенты, то путь в никуда для нее просто заказан. К огромному сожалению остается еще очень много компаний, которые зациклены на своих продуктах, технологиях и внутренних процессах. Эго зашкаливает, и они не слышат клиентов. Сегодня самые продвинутые компании имеют в топ-менеджменте позицию Chief Customer Officer, а также подразделения, которые занимаются клиентским опытом. Поэтому они качественно управляют клиентским опытом, расширяют рынки и получают высокие прибыли. И чем больше компаний будет заниматься клиентским опытом, тем реже мы с тобой будем встречать вот таких персонажей. Я вас пос difficile услышать прибыли? hice чрезеровые дома. Числовие? ,"мами и датю plain. С fishernen статья". Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Насколько это видео для тебя было A – очень полезным, B – крайне полезным, C – ну ты в курсе! Субтитры сделал DimaTorzok